Основное достижение реализации программы энергосбережения то, что мы при современных тенденциях спада мировой экономики не позволили увеличить энергоемкость валового внутреннего продукта, а энергоемкость ВВП у нас будет снижена. Также мы увеличили использование местных топливно-энергетических ресурсов в валовом потреблении ТЭР в нашей стране, в нашей республике. Также у нас возросла за последнюю пятилетку доля возобновляемых источников энергии до уровня порядка 6,5%. Это тоже для Республики Беларусь значимое достижение. И необходимо отметить, что эти результаты по использованию местных топливно-энергетических ресурсов мы достигли за счет использования биотоплива в системе жилищно-коммунального хозяйства. Что же мы еще ожидаем на ближайшую пятилетку? То, что мы внедрим порядка 500 мегаватт тепловых мощностей с использованием биотоплива, с использованием торфяного топлива. Опять же, мы дадим работу нашим работникам лесного хозяйства, работникам торфяной отрасли. И не просто мы дадим работу, а мы дадим работу сегодня и завтра. Это гарантированные объемы производства продукции, это гарантированная зарплата, это гарантированная налоги в небольших населенных пунктах. БелАЭС, прежде всего, это толчок развития новых технологий, замещения светлых нефтепродуктов, двигателей внутреннего сгорания, это толчок развития электромобилестроения, это толчок развития к производству электрозарядных станций, это IT-технологии, это IT-технологии, платежные системы, которые должны коррелироваться и, скажем так, сопрягаться с международными платежными системами. Это серьезный сегмент работы как для науки БелАЭС, так и для нашей промышленности.